Здравствуйте, спасибо вам большое. Значит, мы сегодня представляем роман «Истребитель». Я должен, наверное, пару слов сказать, про чем мы перейдем к диалогу. Во-первых, здесь сегодня Николай Олегович Валуев, первый читатель и главный консультант этого романа, автор не только замечательной книги «Автографы в небе», которая для меня очень важна, но вообще из историков авиации человек, вероятно, самый авторитетный и при этом самый скромный. И он бы не хотел, чтобы мы его приветствовали, но мы его поприветствуем все-таки. Спасибо. Товарищи, все заслуги этой книги его, как говорит всегда Стивен Кинг, «For my pluses, price him, for my minuses, blame me». Вот здесь та же история. За все плюсы спасибо консультанту, все минусы мои. Ну, что касается книжки как таковой, меня всегда подводит стремление к ауфористичным формулировкам. Вот в этой книжке есть несколько абзацев, которые прочло большинство рецензентов и переписывает их друг у друга. А я следую совету Леонида Леонова, иногда заветные мысли вкладываю в уста отрицательных героев, поэтому далеко не все эти мысли мои. И эта книжка, она вообще не совсем про летчиков и не про Сталина, она про Фауста и Гомункулоса. Вот она про что, это я могу вам сказать с полной откровенностью. Все почему-то цитируют оттуда последнюю главу, где действительно происходит такой диалог двух людей разных поколений, и они для себя формулируют, что это такое было. К этим формулировкам не надо вообще прислушиваться. Эта книжка довольно сложная, она мне далась не очень легко, поэтому если уж что-то там и читать, то читать, скажем, третью, пятую и седьмую главы, а не последнюю. Это я просто тем, кто не хочет читать все. А если кому-то будет интересно, она не очень длинная, на самом деле я теперь решил писать гораздо короче, она примерно так с полтора июня. Но если кто-то хочет прочесть все, я буду ужасно благодарен, потому что это, в общем, из тех книг, которые нельзя сформулировать в одном предложении. Для того, чтобы разобраться в своих сложных ощущениях, мне потребовалось написать роман. Вот так это выглядит. А если у вас есть какие-то вопросы, то давайте, стало быть, к ним перейдем. А если их нет, да, пожалуйста. Есть у нас вопросы в зале. Единственное, пожалуйста, берите микрофон, у нас идет интернет-трансляция, чтобы вас было слышно. Спасибо. Как связана эта книга с ее? Ну, там есть общие персонажи, например, Аля. И, собственно, там есть история Али до ее переезда в Россию. Али Эфрон действительно переводила на французском летном салоне 36-го года. Здесь ничего, так сказать, я не выдумал. А что касается связи всех частей трилогии «Икса и ее не истребителя», ну, они все посвящены одной эпохе, более или менее второй половине 30-х годов, времени загадочному. И там есть некоторое сходство манер. Если вот трилогия – это все такие себе исторические романы, более-менее традиционные, с некоторым элементом пекорезки, то это все три триллера, и такие три триллера, довольно мрачных, с сильным вторжением фантастики. Ну, это, в частности, польская линия, вся линия Крастышевского, линия Гриневицкого. И все они посвящены так или иначе одной проблеме – проблеме гражданской войны, которая оказалась недоиграна, которая доигрывается в разных вариантах – в Испании, в России, там, во время Большого террора. Это три романа о гражданской войне. Так я это, в общем, для себя определяю. Но опять я дал себе слово, больше никаких формулировок не выдавать, а то опять какой-нибудь человек напишет, что вот там Дмитрий Быков, двоеточие, три романа о гражданской войне. Это неправда, я этого не имею в виду. И вообще я вот в последнее время работаю над тем, в наше время это особенно актуально, как вот так говорить, чтобы ничего не сказать. Это некоторые люди очень хорошо умели, и в том числе великие люди, такие как Горбачев, например. Это гениально у него получается. Я всю жизнь пытаюсь этому научиться. Там на все вопросы отвечать, а вы видели, как сечет река? Ну, это, в принципе, можно. Или там гуси летят, белый человек. Помните, как в моем любимом романе? Так, наверное, надо. Но у меня это не всегда пока получается, но я работаю над этим. Я уже надеюсь, что в моем следующем романе точно не будет ни одной цитаты, удобной для рецензента. А это, знаете, как однажды Андрей Кончаловский пришел смотреть зеркало, первый вариант монтажный, и сказал, Андрей, очень хорошо, но что-то я ничего не понял. Он сказал, вот прекрасно, а теперь я перемонтирую так, что не только ты вообще никто ничего не поймет. Вот я буду работать в этом направлении. Вот я, хотя я не Тарковский далеко, но я буду работать в этом направлении, потому что в наше время чем меньше народ тебя поняли, тем лучше. Да, там была рука. Есть вопрос, да. Пожалуйста. Дмитрий Леонидович, скажите, пожалуйста, все основные герои романа гибнут. Связано ли это с тем, что они выполнили свою жизненную задачу, или с тем, что их профессия экстремальна, ну и, собственно, поэтому роман называется «Истребители»? Да нет, они гибнут, во-первых, гибнут не все. Канделаки успел соскочить, как и его прототип Кокенаки, потому что с какого-то момента он перестал быть героем и стал незримым таким довольно рядовым работником или военным летчиком. Ну и вообще с Кокенаки все очень интересно. А что касается Арсеньева, который Артемьев, который на самом деле Афанасьев Дунаев, он выжил, и не просто выжил, а стал довольно видным военным врачом и потолгоанатомом и мирно умер в Твери в 1972 году. Судьба Марины Анигуловой до сих пор неизвестна. По последним разысканиям он ее не убивал. Ну и, в общем, если она и пережила его, то я с полным основанием думаю, что ненадолго. Почему-то, а мы с романом понятны. Выживает Бровман. У меня он выживает, хотя в действительности он умер в 1953 году после инсульта. Там очень много выжило народу, кстати говоря, и Дубаков, и остальные. Те, которые поняли, что они ходят под истребителем, что их покровителем является истребитель, вот те, которые вовремя соскочили, они с этого чертова колеса, они остались живы. Дело в том, что истребитель это очень опасный покровитель. Он всегда такой роковой обманщик. В Докторе Фаустусе у Томаса Ману герою тоже был такой покровитель. Чем это кончилось? Это поначалу все очень получается хорошо, а потом, еще раз говорю, он великий обманщик. Нельзя поклоняться истребителю, нельзя ходить под истребителем. Простите, уж я не буду его называть, потому что у меня свои личные с ним счеты, но там довольно понятно, кто истребитель, и кто на самом деле главный герой романа. Это нормальный фаустианский роман, фаустианская традиция, так сказать, там эта традиция подробно отслежена, там передано несколько очень серьезных приветов предшественникам, но для этого книжку надо вот как-нибудь прочесть. Главным толчком к ее написанию было не только знакомство с дневниками Броумана, а я, так сложилась моя биография, что я прочел книгу Мариэтты Шагинян 50-го года, изданную в издательстве Академии, или там, ну в каком-то издательстве Академии Наук СССР, короче, ее книгу Агета, где черным по белому написано, что Мефистофель самый прогрессивный герой фауста, именно за его счет происходит исторический прогресс. Вот как только я это понял, мне фабула романа стала абсолютно ясна, а не могу не поблагодарить Никиту Елисееву, который мне эту книгу достал. Сейчас ее нигде с огнем не нальешь, но она вот у меня есть, купленная на Ленинградском книжном развале за довольно серьезные деньги. Вот это на самом деле, вот как только я прочел эти три строчки, у меня роман моментально полностью сложился в углу. Спасибо большое. Есть еще вопросы сзади? Да, пожалуйста. Спасибо большое за издание и за человеческий вам спасибо. Да, приятно читать. Дмитрий Львович, вы всегда говорите о советском времени, на мой взгляд, очень объективно и правдиво. Скажите, пожалуйста, почему выбран герой из советского времени летчик, а там не инженер, не конструктор и так далее? Вот там, понимаете, как раз там главная беда, что когда звонят летчику, ночью ему звонит Сталин, это реально зафиксированный разговор, он говорит, мы-то на виду, а вот конструктор Туполев продал Волгу свою, ну не Волгу так далее, но ЗИС он продал. У него был ЗИС, причем премиальный, выданный ему в порядке премии. Он продал свой ЗИС для того, чтобы закончить работу. Сталин говорит, хорошо, мы с этим разберемся, а что еще? А еще механики, которые готовят самолетку вылету, а про них никто не знает. Это как раз был разговор с Кокенаки, который, в общем, понимал, кому он обязан. Или вот рекордный Ичкаловский перелет на остров, впоследствии так и названный Ичкалов. А после реконструировать ШИС, ну они там действительно сели, где теоретически даже невозможно было сесть, но он как-то посадил самолет. Бог вдохновлял его в эту минуту, как-то они сели на каменистой прибрежной полосе, причем им вырвало шасси абсолютно, валун гигантский сорвал им шасси. Для того, чтобы починить машину, и чтобы она могла улететь, мало того, что все население острова строило им из досок взлетную полосу с помощью пограничников соседнего острова, но к ним туда прилетели, ну хорошо, с двумя остановками, но все-таки к ним прилетели два механика из Москвы. Они повторили тот же перелет, они сумели посадить машину там же, но об их подвиге не знал никто, потому что, ну как, вот Чикаго с двумя друзьями перелетели безостановочные, кстати, они сбились с Меридиана и сели совершенно не туда, ну бог с ним, что серии хотя бы. И к ним после этого, значит, через три дня летит из Москвы срочная помощь. И там герой один, бродя по этому острову и не зная, что на нем делать, я не представляю, как люди здесь живут, он стреляет там в диких гусей и думает, а хорошо, ну вот а про подвиг этого механика же никто не узнает, и герои ему не дадут. Так что это, в общем, там отражена проблема. Что касается, почему выбран летчик? Потому что главной задачей Советского Союза было достижение тех пределов, где никто не был никогда, и в этих пределах оказалось невозможно жить. Это касается и стратосферы, и полюса, и строительства первого в мире справедливого государства рабочих и крестьян. Они все стремились сделать то, чего никогда не было. И когда они это сделали, оказалось, что там жить нельзя. Поэтому финалом Советского Союза был выход в безвоздушное пространство. Вот как сформулировал Виктор Пелевин, Советский Союз улучшился настолько, что перестал существовать. Это действительно было так. Но хорош он был или плох, понимаете, мы же не требуем от ракеты-носителя моральных добродетелей. Это была ракета-носитель, у которой было одно достижение вывести страну в безвоздушное пространство. Она с этим справилась. После этого страна оказалась не нужна, и мы живем на ее руинах. В общем, в руинах Вавилонского Зекурата, из которых Александр Македонский, как известно, приказал построить цирк. Вот в этом цирке мы работаем. Но это же не значит, что я должен проклясть мою родину, из которой все-таки выходили не самые плохие люди. Все хорошее, что есть в сегодняшней России, оно вышло оттуда. Вот собственно и все. Дмитрий Львович, слева от вас, пожалуйста, вопрос. Привет, ребенок. Дмитрий Львович, как вы думаете, мог бы Маяковский стать летчиком-испытателем? Или он был слишком большим для тогдашних самолетов? Да нет, это легко. Слушайте, его рост очень сильно преувеличен. У него были стандартные 187. Это не так намного выше меня, например, который 181. Он очень хотел, он очень мечтал. Но видите, он был левша. И как у всех левшей, у него были плюсы очень существенные. Например, феноменально развитая интуиция, гениальная память. И были минусы, и не очень хорошее ориентирование в пространстве и некоторые проблемы с языками. Поэтому, к тому же, он, в общем, как художник, человек такой визуального мышления, он имел, конечно, сильное тяготение вот к этим небывалым краскам, небывалым пейзажам. И мечта его о полетах выразилась в гениальной поэме «Летающий пролетарий», где он описывает и это сбудется, увидите, где он описывает будущий мир, где люди летают на работу, где люди там на крыше вертолетной площадки, ну, ничего не поделаешь, там, бей буквами надо моторами, а все остальное делается моторами. То, что он полетел бы с каким-нибудь летчиком, это, безусловно, то, что он написал бы поэму об этом, это, безусловно, и его единственный авиаопыт, перелет один там из Риги в Берлин, произвел на него совершенно оглушительный впечатление, он был просто потрясен, он говорил, что ничего не видно, но ощущение невероятное, а как подумают, что тебя три сантиметра отделяют от пустоты, так вообще, но проблема в том, что у него действительно не очень хорошо было с ориентацией в пространство, поэтому он был бы гениальным пассажиром, он с ними со всеми летал бы, он писал бы репортажи, но отпускать, подпускать его к управлению было бы, разумеется, нельзя, он бы немедленно, как Гриневицкий, улетел в шестое измерение, но это вопрос, если бы он должен, мне кажется, что его бы арестовали раньше, а может быть, ему бы повезло, и тогда он, безусловно, стал бы главным певцом российской авиации, тем более, что рост никому не мешал, да, допустим, Чкалов был 166, и ничего страшного, а Ливаневский был 180, и вполне себе помещался. Спасибо большое, следующий вопрос. Здравствуйте, Дмитрий Львович, у меня два вопроса, к сожалению, Елены Шопиной с вами на сцене нету, как это нету, я вас вижу, но я не представил, но это и скромность, поэтому, раз у нее микрофона нет, то я вам адресую первый вопрос, в вашей книге очень много редакторов, литературный, художественный, младший, еще какой-то, еще какой-то, это как получается, вы работаете по методу Томаса Волфа, вы привозите такой чемоданчик с рукописями и дальше их как-то там компонуют, или вот просто... Я вам должен сказать страшную правду. Все романы, выходящие в редакции Елены Шубиной, пишет редакторский коллектив под руководством Елены Шубиной. У меня просто внешность запоминающаяся, поэтому там стоит мое имя. Елена Шубина может это подтвердить. Редактор книги Вероника Дмитриева находится здесь, она тоже это знает. Но вы никому не говорите. Хорошо. И вот второй вопрос относительно общих литературных тенденций. Галина Зуфович в своем интервью осеннем говорит, что литература сейчас стала не лучше, не хуже, она просто измельчала и стала проще. Это неплохо, это просто так есть. И мы находимся в такой точке упадка максимальной, ну это и круповато ее перефразирую, из которой скоро должна начаться волна нового усложнения. Вот каким вы видите это усложнение или это будет не усложнение, что вообще будет, если так вот общен? Спасибо. Я долгое время пытался вычислить главные принципы литературного поведения, такого, чтобы всегда тебя хвалили. Мне это не всегда удается, но я уже понял, что надо со всеми соглашаться. Поэтому она совершенно права. Вот. А я думаю иначе, но это мой грех. На самом деле, если говорить серьезно, то в мире сейчас есть такая тенденция, она называется неомодернизм или метамодернизм. Как раз тенденция к усложнению, укропнению и вообще, так сказать, мы живем в эпоху великих романов, конечно, значительной экспансией нон-фикшн, но и серьезной экспансией фантастики, но говорить об этом внутри России не совсем правильно, потому что Россия, она не часть мира, она другая цивилизация, она альтернатива миру. И в России, наверное, какие-то другие тенденции. Это я допускаю. Но мировая тенденция как раз усложнение, как раз некоторый кризис постмодернизма, если понимать под постмодернизмом такую экспансию массовой культуры и возвращение к культуре элитарной, к сложному роману, к роману многозначному, опирающемуся на огромные культурные слои. И вся проза последнего времени, которую я читаю, американская, например, она отличается невероятной фабульной сложностью, очень глубокой фунтированностью изучения материала. Но она, в общем, выдержана в лучших традициях 20-х годов. 20-х, 30-х. Так мне кажется. Усложнение неизбежно, но если вот вас мое мнение интересует, главная тенденция сегодняшней жизни это диверсификация. Вот был, так сказать, сюжет трикстерский, был сюжет фаустянский, а третий сюжет человечества, в который она уступила сейчас. Это главный для меня сюжет. Это сюжет разделения человечества, о котором говорил, если помните, такой Айзек Бромберг. Помните, он говорил в меморандуме Бромберга о том, что человечество будет разделено по неясному нам критерию на две неравные части, причем одна меньшая часть навсегда и необратима, а пони больше. Вот это для меня сейчас представляется главной тенденцией. Теперь главная задача заключается в том, чтобы вот эта обогнавшая часть научилась быть невидимой для отставшей части. Причем проблема в том, что прогресс меньшей части происходит очень быстро, тогда как деградация оставшейся части происходит очень медленно. Задача одна перевести себя в тот темп восприятия, при котором вас будет просто не видно. Очень многие люди сейчас вот как-то деваются, непонятно куда. Об этом было хорошо у Бориса Рыжего. И густобровый ветеран засунет сладости в карман и не поймет, куда девался. А я ушел на первый план. Вот сейчас надо уйти на первый план. Но как это сделать? У каждого свои рецепты. То есть мы будем сегодня сталкиваться с довольно бурным, довольно быстрым, довольно повальным исчезновением, просто физическим исчезновением из нашего поля зрения целого ряда людей. Как не слышим после преодоления звукового барьера становится самолет, так не видим после преодоления какого-то цивилизационного барьера становится человек. Вот проблема Израиля в том, что он не научился быть невидимым для Хамаса. Но он над этим работает, он строит железный купол. Вот задача каждого человека заключается в том, чтобы построить личный железный купол. Вот это главная тенденция эпохи. И то, что вы меня сейчас пока еще видите, это моя ошибка и недоработка. Спасибо большое. У нас есть следующий вопрос. Здравствуйте, Дмитрий Львович. Привет. У меня несколько вопросов, раз, про общие тенденции. Мне очень интересно ваше отношение к историосовскому дискурсу, в принципе. Потому что я помню, вы в одном из эфиров говорили про кого-то историка, который не поддерживает в принципе отношение к историософии. Но в принципе то есть историософия она... Александр Ян, да, конечно. в принципе почему бы не пробовать отношение к истории формулировать больше, исходя из фактов. Потому что большинство историософских концепций, как, например, диалектика Гигель какого-нибудь... Они всегда противоречат фактам, мы совершенно правы. Она строится на количестве аналогии. На допущениях, конечно. Не является самым честным способом это просто описывать то, что происходит, а не говорить... Мы не можем этого описывать, потому что мы этого не знаем. Реальность недостижима, мы видим свое представление. Понимаете, я... Спасибо, садитесь, я понял вопрос. Видите, я Джона Нэша немножко знал в Принстоне, и я его спросил в интервью, правда ли, что он видел воображаемых людей? Он сказал, нет, это вы все видите воображаемых людей, а я всего лишь слышал голоса. Проблема очевидна. Мы действительно, общаясь с реальностью, мы видим воображаемых людей, потому что внутри себя я совершенно не тот, каким вы меня видите. И вы все другие. Соответственно, и реальность, которую мы воспринимаем, статистически описанная история, это не история, все-таки, потому что фиксация фактов, она всегда не безупречна. Мы можем, конечно, свести историю к статистике, но история это нормальная наука с прогностической функцией, и главная задача истории это нащупывать те силовые линии, по которым происходит ее развитие. иначе, по словам Набокова, мир будет вечно томить меня пестрой пустотой. Вот я не понимаю такого статистического описания мира. В конце концов, квантовая физика вам уже доказала, что все зависит от наблюдателя. Наблюдатель включен в процесс. Если бы мы не смотрели на этот атом, он был бы в другом месте. Это я примитивно излагаю, и не физик. Но огромный ролик, к сожалению, пристрастного наблюдателя, поэтому историософия единственный вариант постижения истории. Точно даже, как сказал Шемякин Андрей, не Джон, именно Андрей Шемякин, автор этого термина, культурософия, понимание тех механизмов, по которым развивается культура. Для меня история, как набор фактов, не действительна именно потому, что любой факт опровергается фактом. Понимаете, в чем проблема? Вот, например, теория Велимира Хлебникова, вам известная, сводится к тому, что интервал между всеми великими событиями составляет 2 в степени 2 в степени плюс 1. Когда он это раскладывает на мировую историю, у него всегда все работает. Потому что в мировой истории очень много событий. Именно благодаря этому он предсказал революцию 17-го года и войну 41-го года. Но это, понимаете, история вся настолько без страха, что ее можно подогнать под что угодно. Поэтому интерес в истории представляет, к сожалению, только ее анализ нашими руками, нашими головами. Именно поэтому все знают теорию Льва Бумилева и никто не знает ее очень серьезной фактологической критики. А потому что, как сказал не помню уже кто, если факты входят в противоречие с нашей теорией, то тем хуже для фактов. Ничего не поделали. Второй вопрос, пожалуйста. Хорошо. Мне вы очень как-то раз высказывали о комиксах, то, что это, в принципе, исчерпывающий себя жанр. Мне так казалось. Ну вот недавно как бы вышел такой фильм, который вполне очень серьезно поделил людей по мнениям, как вот майор Гром. Джокер? Майор Гром. А, Майор Гром? Ну да, он очень средней обсуждаемости, но он хотя бы обсуждаемости. Это фильм, который не разорвали на мемы, а который, в принципе, стали обсуждать. Да, конечно. Вот, что очень важно. Мне вот интересно, во-первых, ваше отношение к этому фильму и вообще, вот возможно ли в России создать своего супергероя, который не был бы ментом, который работает не по уставу, и в принципе создать комик. Потому что комиксы, они очень христианцы. Какой, свой герой, свой супергерой в России уже создан. Это разведчик, это Штирлиц, имеющий своим прототипом с одной стороны Бендера, с другой Румато Исторского, который тоже разведчик. Я напоминаю вам, что и Волон тоже разведчик. Он приехал не только извлекать мастера, но и смотреть, как там москвичи. И он заметил, что квартирный вопрос их сильно испортил, а в остальном милосердие стучит в их сердца. Русский национальный герой создан. Зачем его выдумывать? Он разведчик. Майор Гром, кстати, имеет его черты. И в принципе, если бы сейчас такой новый Штирлиц возник, то, полагаю, это было бы очень хорошим вкладом. Только это должен быть Штирлиц космический, гость из будущего, который приехал сюда спасать отдельных профессионалов. Как вариант такого героя у меня в книге действует так называемый Меф. Позвольте мне не называть, кто это, хотя это совершенно конкретный персонаж, и именно вокруг него и кипят главные споры среди профессионалов. Но я думаю, что он был такой. Вот именно такой. И, кстати, такую концепцию Мефа подсказывал мне Аксенов. Вот Акуджава его ненавидел личной ненавистью, потому что он был повинен в гибели его родителей. А вот Аксенов видел его так, а вот Волкогонов видел его так, и я считаю, что Меф это самый интересный персонаж советской истории. Это супергерой, покровитель ученых, покровитель художников, Воланд, явившийся из будущего, Штирлиц, который спасает Плечнера и Шлага. Вот в такого супергероя я верю. Майор Гром не дотянет еще до этой личности, но я работаю над созданием такого героя, и уверяю вас, это очень перспективное направление. А комикс это возможно? Возможно, конечно, а разве невозможен комикс о Ромате и Сторске? Я вам кстати расскажу, что ведь фильм Германа, если бы он не был сознательно сделан таким трудным для восприятия, там есть сцены, настоящий экшен, крутой, настоящий боевик, идеологи, как из боевика, которых нету, другая, мой любимый диалог, когда Ромату приходит арестовывать один, очень испуганный серый, говорит, я, если хотите знать, сам получил высшее образование, на что Ромат ему отвечает, я сейчас убью здесь всех, а тебя студент первого. Это экшен, это гениально, это работает. Спасибо большое, следующий вопрос у нас есть. Добрый вечер. Привет. Скажите, пожалуйста, есть ли автор термина «сталинские соколы» и количество ли их, этих соколов, число? Ну и параллельно в других вот странах, ну так скажем, гитлерской или антигитлерской коалиции, назывались ли эти асы как-то по-особому или нет? Ну, понятие «ассы» существовало во всей Европе. Кто автор термина «соколы Сталина», затрудняюсь ответить. Ну, в принципе, то, что эти люди были героями во всем мире, как Амелия Эрхард в Америке, например, и то, что они обречены гибнуть так же, как наши, тоже очевидно, как Фермосы. Это, да, вечный, то есть, Мермосы, это вечная такая, вечный архетип. А как они назывались, где, не знаю, к сожалению. Вообще, термин «соколы Сталина», мне кажется, не очень, не очень удачным, потому что он вызывает блок довольно неприятных ассоциаций, там, «соколиная охота» и так далее. А вот, мне нравится термин Лены Иваницкой «красные лебеди», как называется ее рецензия на роман, или «гадкие лебеди» у Стругацких, если угодно. Но то, что они были героями во всей Европе, это бесспорно. Спасибо большое. Следующий вопрос по центру. Здравствуйте. Добрый день, Николай Леонидович. Я, честно говоря, очень боялся сегодня задавать этот вопрос, но одним из своих предыдущих ответов вы, можно сказать, меня спровоцировали. Я очень много думаю над вашей концепцией эволюции сюжетов трикстерский, фаустианский и, как в дальнейшем интерпретации, диверсификаторский, диверсификаторский, или вы иногда еще говорите апокалиптический, хотя это может быть один и тот же сюжет, потому что люди могут быть... Может, да, люди и на могильщике мира. Да, люди могут быть всадниками апокалипсиса. Они и есть. Вот. И, опять-таки, обращаясь к творчеству Стругацких, я вижу там и трикстерский сюжет, да, это, как вы уже сказали, трудно быть богом, и фаустианский. Скорее, фаустианский, да, это фаустианский. Трикстерский, это хищные вещи, но все равно, да. А фаустианским, я считаю, отягощенный излом. Конечно. В большей степени. Без вопросов. Да. Ну и волны гасят ветер, разумеется, это... Диверсификация. Да. И я обратил внимание, что ни в одном из этих сюжетов нет бога. Да? Потом я подумал, а вообще вот в любом из этих сюжетов не у Стругацких, а еще у других авторов. И я тоже там нигде не нашел бога, да. Там есть люди, рассуждающие о боге. Даже в том же самом и Евангелии, да, в отличие от Ветхого Завета, бога как такового нет. И в связи с этим у меня вопрос, да, вот не вообще бог, наверное, есть, почему бы ему не быть, а вот в рамках этой концепции эволюции сюжета зачем вообще человеку бог? Для того, чтобы отличать плохое от хорошего, это унизительно, для того, чтобы быть хорошим, это еще более унизительно, для чего тогда человеку бог? Бог, знаете, вот ровно этот вопрос, вот дословно, задал мне Борис Стругацкий, когда я с ним разговаривал про волну. Волны, как вы понимаете, книга, вызывающая больше всего вопросов. И именно с ним я его, и там, часто обсуждал. И вот на вопрос, зачем в этой схеме бог, можно дать только такой ответ, который предложил Фазиль Искандер. Глеров бог, это как музыкальный слух. Это никак не коррелирует ни с моралью, ни с историей, ни с эстриософией. Мы отыскиваем следы его действия в истории, как детективы. Но не факт, что мы их видим. Поэтому это вроде музыкального слуха. Если вам больше нравится мир без бога, то и ради бога. Бог не имеет отношения ни к морали, а что такое мораль, мы вообще не знаем. Особенно сейчас, в эпоху новой этики, когда каждый решает сам. Бог не имеет отношения, вероятно, к добродетели, потому что мы знаем полновость коморальных атеистов. Бог не имеет отношения к концу истории, потому что история, скорее всего, не имеет конца. Бог, это, знаете, как вот иногда в известном ракурсе, весной, среди цветущей сирени, особенно красивый закат. Вот в этот момент кому-то хочется сказать спасибо. Вот и вся природа религиозного чувства. А так-то вообще Бог совершенно никак не вписывается ни в один из чужих. Он вообще в мир не вписывается, он здесь не нужен. Но где-то он не хочет думать, что он есть, а кому-то хочется думать, что нет. Это никак не влияет на качество наших писаний. Может быть, влияет в одном аспекте. Наше писание от этого становится чуть музыкальнее. Чуть воздушнее. Я вам говорю, спасибо большое, я все... Это, знаете, как Грин, самый мой любимый, наверное, писатель 20 века, молодой Юрий Домбровский, тоже один из моих фаворитов, таких, и действительно гениальный писатель, тут из него огромный эпиграф. Домбровский в 1927 году 17-летним выпускником подрабатывал в каком-то религиозном журнальчике, антирелигиозном, естественно, и опрашивал писателей. И вот ему надо было получить ответ на анкету, почему я не верю в Бога. И Грин назначил ему встречу в каком-то из писательских кабаков в Москве во время своего короткого приезда из Феодосии за конорарами. Пришел Домбровский молодой такой долговязый. И Грин говорит, молодой человек, проблема в том, что я бы с удовольствием, я бы помог бы, но проблема в том, что ответить на ваш вопрос я не могу. А то, говорит, вас конорар смущает. Так мы там, нет, нет, не в конораре делал, ну что вам формулировка? Да нет, формулировка нормальная. Проблема в том, что в Бога я верю. Вот это такой правильный ответ. Или тоже замечательно, я все ссылаюсь на авторитеты, но это учительская привычка. Или вот Андрей Синявский пишет в мыслях в росту. Верить в Бога надо не потому, что это нравственное, не потому, что это красивое, не потому, что это касается, а потому, что Бог есть. Но Он есть, правда. Вот я ничего не могу привести в обоснование своих слов. Это даже, я вам больше скажу, это даже с загробной жизнью никак не связано. Есть или нет загробная жизнь, это не доказано. И я не знаю, есть она или нет. У меня есть один самый авторитетный для меня священник сказал, в свои лучшие минуты я надеюсь. А я так вообще не знаю. Но то, что Он есть, ну это доказывает очень многое. Вот то, что мы с вами здесь сидим, это безусловно доказательство бытия Божия. Как говорил один хороший физик, никогда еще так не было, чтобы из хаоса сам собой возник порядок. Вот обратно, сколько угодно, это я, входя в детскую, вижу каждый день. А вот, ну у меня нет детской, но есть комната, где обитает ребенок. Вот это, назовем это так. Это я вижу каждый день. А вот чтобы все убралось само по местам, мне тут нужно организующее вмешательство, как хотите. Вообще, у кого есть дети, те меня поймут. Правда же, да? Правда. Ребенок — это важное доказательство бытия Божия. Спасибо большое. Следующий вопрос у нас есть. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Привет. Я хочу задать такой вопрос. Вот уже далеко не первая книга ваша выходит в редакции Елены Шубиной, и вместе с вами там публикуется, ну, добрая половина сегодня ведущих российских авторов. Хотел узнать, как вообще вы давно знакомы с Еленой Шубиной, и как вы можете сформулировать, что вот в ней есть такого, почему вот она уже такой вот бренд, что в ней есть такого, чего нет в других издателях? Знаете, нет ничего более приятного, чем хвалить красивую женщину в ее присутствии. На самом деле, нет, ну, есть, конечно, более приятные вещи, но из того, что можно, да, упомянуть в общем, то это самое приятное. Буем откровенны. Елена Шубина не боится браться за безнадежные вещи и печатает то, что интересно лично ей. Если бы она гналась издательской конъюнктурой, то она не была бы никому известна, но она ее предпочитает создавать. Вот сейчас, например, ее заинтересовала книга Ольги Карлайл «Воспоминания о том, как она жила на острове Алирон во время немецкой оккупации во Франции». Это воспоминания дочки Вадима Андреева, героя французского сопротивления. У нас и Вадима Андреева знают единицы, это знают только, что он сын Леонида, старший. Но воспоминания какой-то девочки, которая во время сопротивления жила на французском острове, взрывала там какой-то минный склад, но это интересно единицам. А эта книга такого захватывающего интереса и такой силы, что я уверен, что трендом нашего времени будет публикация детских военных мемуаров. Вот Шубина взялась за это и напечатала, а никто не брал. Или паперный Владимир написал гомерический смешной роман о 60-никах, 70-никах архив Шульца. Это мало того, что это дико смешная книга, особенно для тех, кто знает всех прототипов, но она очень неприличная, там масса эротики всякой, довольно откровенной, ну и вообще всего. Кто бы взял книгу, мемуарную специалиста по истории архитектуры про диссидентов 70-х годов, все бы сказали коммерческий провал, а ее смели в три дня, ну смели же те, кто угадывает там кто кого и кто с кем. Но это потрясающий пример того, что человек действует поперек конъюнктура и ее создает. Поэтому я там печатаюсь, и я тоже ведь не самый коммерческий автор, да, прямо скажем, не самый привлекательный. Покойная Катя Вильмонт, которая, она была для меня Катя, мы дружили, все-таки я очень ориентировался на ее папу Николая Вильяма Вильмонта. Вот покойная Катя Вильмонт, она всегда говорила, что действовать по издательской конъюнктуре это блестить в хвосте прогресса. А имя создает тот, кто реализует собственные тайные мечты. И вот Шушубин это делает очень успешно. Спасибо, ура, поздравим, поздравим хорошего, храброго, беспашенного издателя. Уважаемые читатели, давайте финальный вопрос из зала. Мы финальный, мы только-только разговаривали. А времени, ну, как скажите. У нас времени. Привет. Вопрос такой, смотрите, я знаю Путина, да? А вы знаете Путина, кто такой? Хуис мистер Путин это вопрос заданный на пресс-конференции еще при его вступлении в должность. Я думаю, что за 20 лет у нас было время дать ответ на этот вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос. Если вам обязательно надо его узнать лично от меня, потом подойдите, я вам скажу. А микрофон я передаю Елене Шубиной. Можно я не буду подниматься? Я лучше так. Во-первых, спасибо большое. Тут такие слова прозвучали прекрасные. Дима, спасибо тебе, что ты тоже так. Но я про другое хочу сказать. Вот молодой человек задал очень хороший вопрос. По-моему, он ушел. А, вот вы, да. А почему вокруг книги так много собралось всяких разных людей? Ну, не будем говорить, как строится там издательская жизнь. Это совершенно такая уже узкоспециальная тема, да. Но с этой книгой, которая очень сложна, которая росла просто как дерево слоями. Дмитрий Львович, ну, я уже буду так Дима называть, как мы его называем, уже там 25, или сколько лет, это не помню. Да, Лена, да. Сто, сто, сто лет, да. Вот. Он присылал мне отдельные главы, но, наверное, это интересно немного послушать, как все это было. Это не было ни начало, ни конец, какие-то главы из середины, из второй половины. Это примерно было так, как, знаете, строится кино, вы же знаете, что иногда начинают снимать фильм с финала, да? И вот примерно это было так. Я думаю, что же это будет за такая вообще конструкция? Когда все это уже сложилось, и мы стали с ней работать, с этой книгой, причем, как всегда, совершенно феерически короткие сроки, потому что у меня почему-то авторы очень любят все прислать или 31 января, или в крайнем случае, там, не знаю, 7 января, 31 декабря, прошу прощения, или там 7 января, бедно, чтобы я на каникулы никогда не скучала. И я вот, когда уже увидела весь текст, то я поняла, что сложность это еще задачи, потому что вот сам Быков сформулировал так, что это производственный роман с сильнейшей метафизической прививкой, так вот, про метафизическую прививку мы сегодня поговорили даже больше, чем кажется о самом романе, и про фрустианство, истериальство, истериософию, и все. Но это, кроме всего прочего, действительно, еще и производственный роман, и там нужно было, просто необходимо было выверить все это так называемую матчасть, материальную часть. И поэтому вот автор наш сегодня начал свой вечер, представив Николая Олеговича Валоева, который здесь, рядом с ним, сидит со мной, который историк авиации, кандидат технических наук, и мне было совсем непросто его говорить, прочитать этот роман именно с этой точки зрения, и я еще очень волновалась, потому что, кроме того, что там очень много, конечно, всех технических терминов, и каких-то историй, которые действительно к истории авиации имеют отношения, а не просто так. Но роман достаточно экстравагантный, как вы, наверное, уже поняли. Я, как читателя, Николая Олеговича не знала, я боялась, это я сейчас, я буду вам слово передавать, как вы догадываетесь, да? Вот. Я боялась, что я думаю, вдруг роман не понравится, он скажет, я вообще ничего не буду вот это, живите как хотите. В общем, спасибо вам огромное, спасибо Быкову и Роману, что он как-то вот нас познакомил, я надеюсь, мы будем дружить, да, собрал. И, пожалуйста, хотя бы несколько слов, да, где наши люди? Меня никто не возражает, я думаю, да, пожалуйста. Да, давайте микрофон передаем. Спасибо. Спасибо. Если бы вы знали, как мне было интересно смотреть Дмитрия Львовича, мне, человеку техническому за мозгой костей, и который вообще-то, честно говоря, плохо понимал и суть вопросов, и их ответы литературы веечественной. Но, когда Елена Даниловна попросила меня ну, ответить на ряд вопросов, которые вызвали ну, сомнения в редакции, я получил файл, который назывался «Истребитель». Подумал я, что он был очередной роман про героя-летчика, пьяные техники, «Обольстительные прапорщицы» и так далее. Начал читать, смотрю, нет, ничего себе, интересно, как все это изложено. Ну, автора я знал заочно. Короче говоря, я потом зачитался на такой степени, что забыл вообще, для чего мне прислали этот файл. возможно, это повлияло негативно на сроке издания, но я очень осторожно понимаю, что Дмитрий Львович взялся за тему техническую, очень специфическую. Я могу сказать одно. на мой взгляд, он изумительно справился с этой задачей, потому что то, что у него описано в книге «Истребитель», мне хорошо известно, скажем так, с исторической, но чисто с исторической и фактической точки зрения. Более того, огромное количество его оценок тех или иных событий совпали с моими. Я до сих пор как не могу нигде добиться ответа на вопрос «А зачем полетел женский экипаж на самолете Родины, который в результате вместо того, что он оказался в Курсомольске на Амуре в Хабаровске оказался в тайге на Болоте? Потому что они заблудились. Зачем надо было это делать? Там все были неподготовлены. Это специфика исторических исследований в этой области. И вот когда автор, крупный литератор, я бы сказал, философ, вдруг это все совершенно четко вскрывает, я был очарован. И я не знаю, все ли уже эту книгу читали, но я вам искренне рекомендую ее прочитать. Возможно, я не уловил своим, так сказать, скотным умом того, что это роман такой мефистофийский. Мефистофийский, да, все правильно. Мефистофийский, да. Вот. Но мне понравилось то, что там описан период, который в нашей истории с одной стороны был очень трагическим, а с другой стороны очень героическим. Вот тот, короче говоря, вот каждый увидел свою грань. Я чувствовал там присутствие и Лаврентия Балча, и всех остальных, 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 но в то же время горение тех авиаторов, которые шли на эти подвиги. Сегодня бы никто на одномоторном самолете со скоростью 200 км в час не полетел бы в Америку через Северный поле, даже если бы его озолотили. Сегодня никто бы не стал дрейфовать три года на ржавом таком старом пароходе непонятного или чего, когда можно было его бросить просто во льдах или снять экипаж. Но люди это делали и пожалуй самым ярким резюме можно было бы сказать Дмитрий Львович упоминал, что он опирался на дневники журналиста Бронтмана и хотя тот умер в 1953 году, она в книге там к нему прототипу приходит молодой человек и спрашивает а что же ты папаша так в общем радовался этой эпохи и этот глубокий старик ему говорит а я был на высоте вот эта фраза мне очень понравилась короче спасибо вам огромное дай бог здоровья спасибо 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 ну в общем мы переходим ребятушки если есть вопрос то вперед но мы переходим вообще-то к самой приятной части а именно к раздаче автографов покупаем книжку господа ее скоро не будет ура уважаемые читатели давайте поблагодарим Дмитрия Быкова сегодняшнюю встречу спасибо вам огромное спасибо спасибо спасибо